Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в Самаре был создан в марте 2011 года, но собственного помещения у службы не было. Поэтому в день получалось обработать лишь несколько сотен фотографий. Теперь же, когда центр переехал в отдельное здание, работа закипела. Если до этого нам выносилось порядка 600-700 постановлений в сутки, то сейчас мы выносим более 4,5 тысяч постановлений. Таким образом, с начала года нам вынесено порядка 200 тысяч постановлений на общую сумму немного менее 40 миллионов рублей. Для сравнения, за 12 месяцев прошлого года центр оформил всего 120 тысяч нарушений. Комплексов фото-видеофиксации в области 89, 46 из них стационарные. За камерами следят 36 человек. Ежедневно они проверяют каждый снимок нарушения. Иногда фото приходится признавать негодными. Это касается размытых изображений, случаев, когда на фото машина со спецсигналом или сразу два авто. Две автомашины в кадре, такие у нас фото не загружаются, а признаются негодными, так как мы не можем определить скорость, какого транспортного средства указана на данном снимке. Часть постановлений в конечном счете отменяются. Это происходит тогда, когда за рулем в момент нарушения сидел не владелец авто, а другой человек. Если доказательства существенные, то ответственность владельца снимается. К слову, в ГИБДД говорят, что установка камер реально улучшает безопасность. Водители, видя камеры, не рискуют нарушать ПДД. Например, из списка аварийных вычеркнули участки Московского шоссе, УТЦ «Метро» и «Империя». То есть, если раньше там ежегодно гибло достаточное количество людей и страдало дороже транспортного происшествия, то теперь там дороже транспортного происшествия, если и происходит, то происходит уже без пострадавших. В этом году ГИБДД получит 25 миллионов рублей за властного бюджета. На эти деньги закупят новые комплексы фото-видеофиксации. Новая техника сможет фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на встречку, проезд на красный свет и неправильную парковку. Светлана Гордеева, Андрей Семочкин. Специально для 63.ру.